Парни, вы одержали победу в матче за третье место Кубки Высшей Лиги. Как можете прокомментировать данные результаты в целом последние матчи, которые были в завершении сезона Высшей Лиги? Ну, Ланя, отвечай. Ну, последний матч всегда хочется закончить на такой волне, но нам этот матч был как бы не так принципиальным в этом плане. Победа, поражение было все равно. Мы только за первое место боремся всегда. Да, и никогда этого не получается сделать. Да нет, ну, правда, не знаю, как для остальных команд. Для нас как-то Кубок Высшей Лиги уже в целом ничего не решает. Вышли в премьер-лигу, на этом довольны. Так что для нас этот матч вообще ничего уже не решал. Как можете прокомментировать свое выступление на всероссийском этапе в Казани? Вот недавно вы вернулись. Да, в целом, я считаю, они плохо выступили, как бы, и проиграли чемпионом с минимальным разрывом 1-2. И могли в ничью, в принципе, в основном время скатать, там в пенальти бы перешло. Но в целом, учитывая то, что у нас появился состав, который был не сыгран, я считаю, для первого раза очень даже неплохо. Да, согласен. Как еще? Ну, команда была крепкая с Ростова, ребята. Как бы, игра была равная. Ну, в любом случае, несмотря на последние результаты, свою задачу основную выполнили, вышли в элитный дивизион. Как будете отмечать этот успех, если еще не отмечали? Да, я думаю, никак. Да, я тоже думаю, никак не будем отмечать. Это была задача минимум. Да не, вышли, вышли. Вообще никаких эмоций у нас нет. Как бы, мы вот смотрим, удивляемся эмоциям других команд, которые прямо борются за выход премьер-лигу. У них там чуть ли, как будто они в Лиге Чемпионов играют. Нет, я их не без претензий, но мы таких эмоций не испытываем. А как вообще удается сохранять хладнокровие по ходу всего сезона? Порой бывают такие просто невероятные матчи, где даже журналисты не могут сдержать эмоции, а вы как-то спокойненько проходите всю дистанцию. Да не знаю, даже нет. Но мы раньше были, да, более эмоциональными, но за счет этого мы между собой чаще ругались в этом сезоне. У нас почти ушли внутренние конфликты. Так что выбираю между эмоциональными матчами и между тем, чтобы не было конфликта в команде, я выберу второе. Ну и за решение не могу не спросить, наверное, возможно, банальный вопрос, но какие цели будете ставить на новый сезон в премьер-лиге? Ну, Ань, какие цели нам поставишь в премьер-лиге? Первое место. А, все. Ну, на что в том сезоне у нас, в принципе, тоже были неплохие шансы. Было много матчей таких спорных в этом плане. Мы никогда типа не были явными аутсайдерами. Поэтому, думаю, шансы есть. Если на каждый год будет приезжать хороший состав и будем сыгранно играть, то у нас есть хорошие шансы. Ну, да, в целом. Ну, я не знаю, я думаю, мы никаких целей не будем ставить. Ну, хотя бы, хотелось бы не вылететь просто из премьер-лиги, а там уже посмотрим. У нас, опять же, маленькие институты. Многое зависит от того, придут играющие перваки или нет. Потому что выпускники, ну, выпускаются. Многие там кто-то уже, получается, год уже отыграл после выпуска. Поэтому, возможно, сложности какие-то будут. Продолжение следует...